Здравствуйте друзья! Сегодня я покажу как я буду восстанавливать и давать вторую жизнь часам Юниум Харала Герри. Если я правильно прочитал, есть вот клеймо на механизме. Я механизм вытащил заранее, потому что будет обрезаться вот эта часть. Посмотрите какое состояние у корпуса. Это эмаль, это золотая вставка. Спереди тоже у нас нанесена эмаль в виде полосочек. И чем примечательен этот механизм? Тем, что толщина механизма как для часов человека 4 миллиметра. Это конечно шедевр швейцарского искусства на то время. Толщина самого корпуса 9 миллиметров. 9,8 со стеклом. Будем сегодня заниматься такими часами. И так приступим. Как всегда начинаем разборку с того, что надо спустить заводную пружину. Как вы видите здесь винты крепления циферблата находятся с этой стороны. Значит был установлен эмалевый циферблат. На данный момент его нет, потому что он был в ужаснейшем состоянии. И его просто убрали. Снимаем часовое колесо. Минутный трип. И дальше продолжаем разборку. Откручиваем винт моста баланса. Напомню, здесь есть специальные места, где можно поддеть отверткой мост, потому что они настолько плотно все посажены, что вытащить его не так легко. Откручиваем винт. О, видите, сам по себе разобрался. Даже откручивать не пришлось. Состояние баланса отличное. Ось целая. Прекрасно. Сразу отправляется в мойку. Откручиваем винт. Откручиваем два винта и снимаем накладной камень. Это все отправляется сразу в мойку. Откручиваем винт, который держит мост анкерной вилки. Сразу говорю, я разбираю полностью все в мойку. Винты для того, чтобы они отмылись. Также здесь есть специальный паз, благодаря которому можно аккуратно снять мост. Вилка у нас тоже в идеальном состоянии. Все прекрасно. Продолжаем разборку. Откручиваю винты крепежные и убираю их. Их можно мойку не складывать. Нет необходимости. Продолжаю разборку. Я снимаю мост, под которым находится барабан и заводные трибы. Я так привык работать уже 26 лет. Пока что меня эта привычка не подводила. Как вы видите, на заводном колесе отсутствуют зубья. Напоминаю, один из винтов всегда короче. Для того, чтобы не продавить фиксатор. Вот сюда выходит отверстие с резьбой с этого винта. Как мы видим, очень много грязи. Это все надо смыть щеткой с бензином. Потому что химия может не справиться. Тут надо уже механическое воздействие. Это все отправляется пока что в бензин. И будем обрабатывать щеткой. Заводные трибы можно сразу отправить в мойку. Барабан с пружиной внутри откроем чуть позже. Продолжаем разборку. Откручиваем винт и снимаем мост анкерного колеса. Как вы видите, механизм желтый. Это по золоту. Состояние идеальное. Анкерное колесо в хорошем состоянии. Откручиваем винта на 100 основных колес. Снимаем колеса. Секундное в хорошем состоянии. Промежуточное тоже. И центральное колесо. Теперь вот это все надо обработать щеткой с бензином. Удалить грязь. Я сниму вот эти два винта. Это крепежные винты циферблата. Цифроват будет устанавливаться новый. Это отправляется в мойку. Бензин. Для удобства надо еще разобрать механизм перевода. Здесь стоят два труба и пиксельное колесо. Видите, грязи сколько. Ужасно. Очень густое масло. Это все надо вымывать. Анкерное колесо. Ой. Вексельное колесо прилипло. Посмотрите, сколько грязи. Просто ужас. Тьма. Это бензин и щеткой обрабатывать. Здесь очень аккуратно надо, потому что здесь стоит пружинка. Ее надо снять. Придерживаем и вытаскиваем. Снимаем переводной рычаг. Фиксатор вала можно не трогать. Здесь ничего не случается. Обрабатываем щеткой. Складываем в мойку. И отправляем в химический раствор отмываться. Пока основной механизм находится в мойке. Я вскрою барабан. Посмотрим на состояние заводной пружины. Видимо, кто-то ее обслуживал. Она чистая. В принципе, ее достаточно достать, промыть и заново смазать. Состояние у пружины идеальное. В пружине производился ремонт, потому что зацеп уже сделан. Это не заводской зацеп. Сделана вставка. Менять не буду. Так и оставим. Промываем. Пружинный барабан я промыл. Как вы видите, здесь нет зацепа. Зацеп делается таким способом. Берется кусочек пружины. Вставляется. Сейчас постараюсь вам показать. Вот так. Видите, получился зацеп. И теперь мы его заправляем в специальный зацеп, который находится в пружине. Это способ очень распространенный в восстановлении зацепов в пружине. Единственный минус такого способа. Не все пружины поддаются отжигу и где можно сделать зацеп. Некоторые виды пружин просто крошатся. Тогда приходится делать заклепку и ставится на заклепку этот зацеп. Таким способом заправляется пружина. Быстро, просто и удобно. Все, пружины заправлены. Вставляем вал. Проверяем зацеп. Все есть. И наносим смазку. После этого лага разбирается пружина. Желательно ее завести полностью до упора несколько раз в механизме. Все, барабан помыт и готов к установке в часы. И так продолжим сборку наших часов. Как вы видите, я разложил. Показываю, что механизм полностью идеально отмыт. Все в идеальнейшем состоянии. Блестит, горит. Как хочу заметить, видите один винтик короче. Потом покажу, куда он ставится. Начинаем сборку. В данном механизме я начинаю сборку с установки секундного колеса. Промежуточного и центрального. Устанавливаю мост и закручиваю винтами. Пока закручиваем стандартными винтами, стандартной длиной. Устанавливаю анкерное колесо. Накрываю его мостом и креплю винтом. Блестит. Возвращаясь к энергию. Готовим. Алистин. Возвращаясь к нему. Устанавливаю винтами. Возвращаясь к энергию. все прекрасно смазываем место где устанавливается барабан с пружиной устанавливаем барабан и можно в принципе накрывать основным мостом заводные трибы я потом установлю с другой стороны теперь как вы помните у нас есть один коротенький вид вот этот он отличается длиной от всех остальных крепежных его устанавливаем сюда если в это место поставить винт с длинной резьбой он выдавит сексатор вот место установки этого винта продолжаем сборку закручиваем остальные винты теперь я устанавливаю коронное колесо не забываем смазывать и обязательно под колесо напоминаю винт здесь с правой резьбой набираем а а а а а Устанавливаем заводное колесо и крепим его в винтом Произвожу смазку всех колес Смазываю собачку и пружинку собачки Также проверяем Смазываем камни на обратной стороне Смотрим есть ли откат на колесах Есть, все прекрасно Продолжаем сборку Возвращаемся на обратную сторону Теперь установлю заводные трибы И соберу весь механизм перевода Устанавливаю переводный рычаг Устанавливаю переводный рычаг Пружинку переводного рычага Переводные трибы И вексельное колесо Обязательно надо смазывать Смазывается специальным часовым маслом Или синтетическим или минеральным И все это накрывается мостом Винс со специальной проточенной шляпкой Патай Проверяем работоспособность Все прекрасно заводит Отщелкиваем И переводятся все колеса Устанавливаю минутный триб Не забываем смазывать Все при переводе стрелок Там есть трение Все установлю минутный триб Проверяем Все прекрасно работает Продолжаем сборку Устанавливаем анкерную вилку Перед этим не забываем смазать Камни Где устанавливается вилка И на самой вилке Смазываем паллеты Камни бывают разного цвета Как видите Здесь практически полупрозрачные Бывают красные В некоторых часах натуральный рубин В некоторых искусственный Накрываем мостом Анкерной вилки Все делается аккуратненько Попадаем Оси в отверстие камня Все прекрасно Закручиваем винтом Смазываем Проверяем работоспособность вилки Прекрасно Продолжаем сборку Устанавливаем накладной камень Я его за кадром снял Не показал на видео Он крепится двумя маленькими винтиками И не забываем смазывать Маслянка специальная Там определенное количество масла подается Но они туда не получится дать Продолжаем сборку Моста баланса Так же само устанавливаем Накладной камень С регулятором Или градусником Кому как удобно Так же само крепится Двумя винтами Но большего диаметра Я сначала не затягиваю полностью Наживляю один винт Ставлю второй И тогда закручиваю полностью И обязательно смазываем Устанавливаем баланс Механизм Попадаем колодкой Полоска В специальное посадочное место И закручиваем крепежный винт Продолжаем сборку механизма Устанавливаем баланс Устанавливаем баланс Механизм Встанавливаем Устанавливаем Наскручиваем Встанавливаем Механизм начинает работать видимо он так долго не работал соскутился по работе начинает сразу запускаться и работать в принципе сборка механизма на этом закончена продолжаем установку механизма в корпус а для этого мне придется обрезать даже не знаю как сказать вместо где был установлен вал и укоротить сам заводной вал установить могу заводную головку это я делаю за кадром потому что неудобно это все показывать продолжаем сборку часов за кадром я уменьшил заводной вал нарезал резьбу и подрезал корпус корпус серебряный полностью с малинами вставками и золотой вставочкой устанавливаем механизм корпус здесь есть направляющий пазик который нельзя по-другому поставить механизм механизм устанавливаем крепим его к распежными винтами и фиксируем вал проверяем все прекрасно работает устанавливаем часовое колесо и крепим новый циферпад продолжаем сборку часов устанавливаем стрелки стрелки оригинальные родные как говорится завода но я их немножко усовершенствовал я их отполировал до идеального блеска благо качество материала позволяет отполировать их до зеркала потому что стрелки стальные до этого не были темного синего цвета вороненые но так как циферблат у нас черный стрелочки должны быть серебристые прекрасно стрелки установлены часовой можно слегка поднять дабы не цеплялась за секундную посмотрите какая красота получилась ультра тонкие часы состояние идеальное спасибо за внимание подписывайтесь на канал сейчас я покажу как они светятся в темноте вот так они светятся в темноте подписываемся на канал пока пока